Данный сюжет создан при финансовой поддержке Центра семейной стоматологии Дентика в качестве подарка жителям Бреста и гостям города с целью популяризации истории нашего края и улучшения туристического микроклимата в преддверии большого праздника Тысячелетия города История – это достаточно тонкая и точная наука, которая не терпит колебаний и перегибов в ту или иную сторону История – это в первую очередь факты Если смотреть с одной стороны, то для нас, Брещан, и юнские события 1941 года это героическая оборона Брестской крепости Но есть и другая сторона медали, а равна и другой взгляд Такой как штурм крепости Брест-Литовск Эта тема в последние 10 лет активно исследуется российским писателем Ростиславом Алиевым Работа ведется в основном с немецкими архивами и как следствие всплывают достаточно интересные и малоизвестные факты Неизвестные страницы тех трагических событий Об одной из таких и пойдет речь в этом сюжете Во время разборки офицерами штаба немецкой 45-й пехотной дивизии штурма крепости Брест-Литовск из генерального штаба группы армии «Центр» было отдано дополнительное распоряжение о захвате непосредственно самого города Бреста Для этого дивизии были приданы дополнительные полки и одной из приоритетных задач стоял захват мостов на реке Муховец На плане 1939 года они обозначены как ГИП Автомобильный мост назван в честь командира 130-го пехотного полка Гельмута ГИП В настоящее время на его месте подвесной мост возле главной парковки Железнодорожный мост в направлении города Холм Вулька Автомобильный мост в направлении деревня Вулька В народе именуемый Суворовский Киев Железнодорожный мост От успеха этого мероприятия зависело многое А именно мобильная переправа части танкового корпуса который наступал с северного направления и выходил на танковую магистраль номер один Ныне улица Московская Операция планировалась изначально только с суши Но впоследствии в штабе дивизии возникла достаточно рисковая идея Дополнительно зайти к русским в тыл по воде Итак, штурмовой отряд на 9 одномоторных штурмовых лодках После окончания артподготовки УБУГа в 3 часа 20 минут Время немецкое Через 5 минут после начала ураганного обстрела советской территории выдвигается по реке БУГ Входит в левый рукав реки Муховец Доходит до первой цели мост ГИБ в 3.35 Где и взаимодействует с комрадами Которые осуществляют эту же операцию с суши Далее этот водный десант выдвигается к следующему мосту Холм Именуя шлюз входит во взаимодействие со штурмующими мост Вулька Возглавить эту операцию и отличиться было поручено молодому лейтенанту Йозефу Гельмуту Кремерсу Которому незадолго до вторжения исполнилось 22 года Красным обозначен планируемый маршрут штурмовой группы Роковое утро 22 июня 1941 года 3.15, время немецкое Земля содрогнулась Началась артподготовка по сопредельной территории Лейтенант Кремерс на исходной позиции со своим штурмовым отрядом В момент начала водной операции происходит первый форс-мажор По ошибке в корректировке огня из-за недолета Немецкая артиллерия бьет по берегу Буга Как раз в то место, где водный десант Кремерса Ожидает старта и начала операции Точными попаданиями уничтожено 4 штурмобота При этом 20 солдат погибли Первые жертвы По сути это был уже провал мероприятия Состав его группы уменьшился практически вдвое Но упорный лейтенант дает приказ о начале операции И с небольшим опозданием на пяти лодках выходит вбок Эта фотография в армейском альбоме Вехтлера подписана как лейтенант Кремерс Пройдя по течению вниз, группа Кремерса попадает под обстрел со стороны цитадели Но эти попытки подавляются пулеметным огнем Который обеспечивали немецкие пулеметчики, прикрывая лодочный десант с берега Пять лодок входят в левый рукав реки Муховец и подходят к мосту у Холмских ворот Где их ждала вторая неприятность До сих пор непонятно, как немецкая разведка не усмотрела каменную дамбу возле этого моста Для Кремерса и его группы это была полная неожиданность Ничего не оставалось делать, как выходить в воду и притаскивать штурмботы через дамбу В это время отряд был замечен солдатами и из окон цитадели по ним был открыт огонь Преодолевая безусловно непростое препятствие, под огнем группа Кремерса покидает Холмский мост Пройдя 200-300 метров, два штурмбота не смогли продолжить операцию Так как получили достаточно пробоин днища вследствие перетягивания через каменную дамбу и были затоплены Экипажи вместе с ранеными были высажены на центральном острове На месте разрыва оборонительной казармы, район монумента Жажда Примерно еще через 100 метров пришлось затопить еще один штурмбот Группа лейтенанта Кремерса подходит к мосту Гиб на двух лодках в 3.55 С опозданием на 20 минут от условленного времени В это время мост Гиб и мост Холм уже были захвачены с суши Операция с воды была полностью провалена, но Кремерс рвался в бой Пытаясь хоть как-то сохранить честь своего мундира Преодолев с экипажами двух оставшихся штурмботов судоходный шлюз на реке Муховец Кремерс с остатками своей группы подходит к мосту Вулька В народе Суворовский мост, где принимает активное участие в бою на этот стратегически важный плацдарм В 5.10 мост был захвачен Водушевленный первой победой на Восточном фронте молодой лейтенант решил поставить эффектную точку в завершении операции Несмотря на уговоры приятелей не делать этого, Кремерс хватает флаг для обозначения переднего края красного цвета и выходит на мост Чтобы закрепить его на перилах, сухой щелчок одинокого выстрела разрезал воцарившую на время тишину И лейтенант падает на мостовое покрытие, заливая его кровью От ранения в голову лейтенант Кремерс кончался на месте Вот так закончилась эта рисковая водная операция В списке журнала учета потерь лейтенант Кремерс значится под номером 469 Похоронен на кладбище 45-й пехотной дивизии возле Свято-Семеновского собора в Брест-Литовске